Продолжение следует... Если Господь благословит, мы все-таки погоду дождемся хорошей, привезут нам лесоматериалы, и там, которые мы для протока воды лесной трехметровой сделали, будут врезаться лаги. Вот лагу эту нужно закрепить, арматуру забить. Батюшка говорит, как нам вот, ну лага, вот она лежит, она будет врезана в землю, одна, вторая, на них уже доски будут лежать. Закрепить в землю, забить нужно с одного конца две арматуры, вон она лежит, горячая, периодическая. И здесь. Как забивать? Прямо, вот с таким наклоном, чтобы, надо, чтобы выше лаги не выступало между собой, арматура будет связана вязальной проволокой. Или наоборот, чтобы перед лагой она вот так, лага посреди, а вот она вот так стояла. Как крепче будут держаться проволока, и как вообще лучше сделать, крепче в земле будет сидеть. Прямо соединиться на лаге, чтобы было оно, или наоборот, в разнос от лаги. Я решение для себя-то имею, но хотел ваше мнение услышать. Вы поняли смысл какой? Лага, вот она в землю будет врезана. На ней доски. Но лагу надо закрепить, вода пойдет, чтобы она не подняла лагу, ты не выброс, она весь короб-то опрокинет вода. Там, вода это страшно, все гидроэлектростанции работают этом. И вот, чтобы закрепить, и вот эта вот лага идет, арматура здесь будет, там забита. Арматура, кувалды, может метр, может двадцать, не знаю, какой грунт там будет. Как забивать, вот так вот, прямо, или в разноску сделать, так, чтобы от лаги вот так было. Ну, на уровне лаги будут забиты, и связать. Прямо тоже связать, сойдется тоже связать. Как лучше, чтобы держало крепче в земле, и крепче между собой, и крепче лагу. Лагу не даст поднять. Так, одно мнение такое, перед этим сделать вот так. Игорь, твое мнение. Я думаю, что прямо надо забивать. Прямо. Дмитрий. Прямо. Прямо. Андрюша. Я, наоборот, думаю, что под наклоном лучше. Как? Под наклоном забивать. Ну, арматуру под наклоном. Под наклоном к лаге или от лаги в разнос? Ну, а это уже... Вот это, у меня вот это главное. К лаге. Прямо на свободном будут ходить. Может, будет поднять. Люба, Люба, ну-ка, скажи. Но они будут забиты на уровень лаги. Больше нельзя. Даже доски идут. Роман. Строитель, ну-ка. Я думаю, что крепче будет. Ну, немного крепче, если к лаге вот так сделать. К лаге. Чтобы так забивать подальше, а в конце, чтобы она сошла. Не совсем далеко, но определенный уголь соблюсти. Так, Виктор. Прямо, наверное. Прямо. 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 Так, Алеша. Как ты думаешь? Ты понял, о чем речь идет? Я понял, о чем речь идет. Закрепить лагу, чтобы лага в земле держалась. И проволока крепче держалась. Но она репленная. Как наклонена? Когда к лаге наклонена, или от лаги, или прямо? Может быть, с наклоном думай, потому что прямо. Когда наклон-то сделать? Какой сорт? К лаге или от лаги? Ну да. Чтобы лага... Вот вопрос. Вот зарядка. А? Понятно, надо делать от лаги. Потому что когда проволока стянем, чтобы она не соскочила проволока. От лаги, потому что она будет держать эту проволоку. Мнения разделились. Первый голос подала Елена Анатольевна. У нас вообще-то почти принято решение. Именно такое, как она сказала. И чем это объясняется? Когда стягивают, в это время проволока самое большое натяжение держит. И забивать легче. По лаге не бил. Мы под нее буквально подходим и на перекресток вытаскивать оттуда. Это самая большая крепость забитая, которая есть. Мы на этом остановились. Ты смотри, что. Какое решение. Дальше еще одна маленькая загадка вам. На память. Вот эту вот трассу мы делали. Ну, ясно дело, что мы ее не сделали. Потому что погода остановила. Мы высчитали, сколько надо. Должно быть не менее 10 сантиметров песка. Значит, 270 метров длина трассы. Вот от этого момента, где куча, там мы все утрамбуем. И тут приезжал грейдер, который, видите, как сделал. Все как положено сделано. Но все застыло из-за того, что размокло. 4 метра шириной, 270 длиной. Так, запомните? Две цифры. 4 метра ширина дороги. Ну, чтобы понятно было 4. Андрей, стой. О, гляди. Раз, два, три, четыре. Песок будет насыпан вот такой. Там дальше-то скосы, там уже нам не надо. 270 метров. 10 сантиметров. Сколько камаз? 10 тонн, да? Сколько камазов песка заказать надо нам? Посчитать объем. Так. Загадка. Сегодня принесите на бумажки, когда придете. Запомните, 274 метра 10 сантиметров. Самосвал, ну, как камаз приходит. Здесь сколько камазов. И на каком расстоянии друг от друга вывалить. Вот еще нам это нужно. А потом Женя грейдер присылает. Оставляет его у нас. А после этого, как разгладят, сразу заказан щебень. 10 тонн. И потом мелкий щебень. Песок обходится нам 80 тысяч. Камаз может. Понятно? Щебенка где-то сразу подходит где-то под 150 тысяч. Крупная. Ну и мелкая чуть побольше. Понятно. Ну, успокойся. Так. Повторить про себя сможете задачу? Ну, вам это полезно будет. И вот сегодня я о чем говорил. Я могу думать так, что нигде больше с крестовозвижением, не с историческим событием, а сегодня. Крестовозвижение-то это название только одно. А вот Макарий вздымал. Люди там падали, кричали, Господи, помилуй. Открытие храма обновленного, который построила царица Елена. С крестовозвижением вообще не связана эта дата. Она есть, но она в другом месте. Только апостол Петра и Павла. И говорит, их казнили в один день. Их не в один день и не в один год казнили. Эта церковь свела вместе, чтобы Петра и Павла праздновать. И так возвижение креста совершенно не относится к сегодняшнему дню. Но мы православные, мы приняли, нас так научили. Это храм. Открытие храма, обновление, это одно и то же. Вот о чем я вам сегодня сказал. Вы сами задумайтесь. Как связано это с тем, что Господь нашел меня в этот день. Ну, ты не знаешь, как связано. Тебе пояснить? Тебе пояснить? Чтоб ты мужу своему рассказала. Если бы я не обратился, твоя мама, Алептина Пантелеина, не обратилась бы. Из баптиста к ней перешла в православие, правильно? И ты бы ничего не знала, была бы баптистка или кто-то. И муж твой никогда бы не было занятий, их и не было. Все решено. То есть от этого дня идет ваша будущая жизнь. Но про вас говорить не надо. Сестра моя родная, мои племянники. Потому что я веровал в Бога. Племянник не такой был бы, тебя не нашел. Ты бы ничего этого не знал. Вот они стоят. Этот край сразу, говорится, к этому дню привязан. А ты бы сюда и не приехал, потерявки-то и не было. Ничего бы ты не знала. Ты тоже полюбила эти проповеди, приехала сюда. По порядку. А про тебя что говорить? Маму Катю-то я бы не знал. Моя сестра не работала с ней. Мариночка твоя бы не услышала. Да и тебя бы не было. Мимо прошел. А ты нашел. И свои-то дети связаны. А ты бы не ходил на занятия в университет-то. И Лену не нашел бы. Потому что ты ее привел. Где она ушла? Ничего бы этого не было. А про тебя что говорить? Поездки во Францию бы не было. И тебя не было. А Виктор и так пришел на занятия. Он бы у кришнаитов так и засох. Ну а Никита вообще нашел нас. Не было бы интернета, он бы нас не нашел. Все до одного связаны. Я думаю, мама Серафима Гавриловна ваша может сказать, что это не так. Это так. Марина пришла, а через нее она с ними приехала. Приехала, значит, она и в храм ходит. Она даже не замечает. Иначе одни половички до проспора у ней были бы. Она бы ничего не знала, нет. А теперь она каноны знает. Она тут одно время говорит, вот я этого человека так любила, а он не выходит. Почему? Я открыл канон, и она посмотрела, ой-ой-ой, я не знала. Я сейчас пойду и ему скажу, что я не права была. Понятно? Все остальное забудем. А это у ней есть уважение. Ну и все у меня, все. Ну а про Назария говорить не надо. Я бы не познакомился, не искал вашего деда Александра. И так каждого. А дальше-то какое разветвленное идет. Там обращается, делается священником. От него целая сеть идет, священники. Ну, что непонятно. По порядку начнем. Отец Геннадий у меня не обратился бы. Не было. Не было его племянника. Люба, не отвлекайся. Не было бы обращения у него, его брата родного. Не было бы племянника Михаила Фаста, который. Он бы не познакомился со Светой. Понимаете, сколько здесь? А здесь ее уже дети, все православные. А они-то из Меланита все. Понимаете, как все переплетено, связано на этом дне. Моей заслуги никакой тут нет. Это Бог так вел, привел. А дальше молчал бы, ничего не было. Поэтому не молчите. Вот, а мой апостол Павел говорит, вы есть начаток Ахаи. Кто первый обратился. И дальше, говорит, что пойдет, обычный какой-то добрый, вкоренится. Это все от тебя пойдет. И ты будешь родоначальником этого. Я ничего этого не знал. Это делает Бог. И мне есть к кому обратиться. Какая нужна сегодня, звонит Татьяна Капуся. Ну, какая ваша нужда? Вот охота поможет. Плохо, что вас здесь нет. Это нам нужна одна. Молитесь, чтобы Господь дал все перенести. Мы каждый день, я говорю, вечером приходим, как будто из-под земли вылезли. Мы же с глиной на всех этих трех. Все это сделали. Если Бог благословит, мы закончим. Вам больше не надо будет весной, как там это, заново с землей засыпать, вся вода будет уходить. У коров маленько поднимем. Через несколько лет, когда все это усядется, можно сделать выше там. Все. Но сейчас нельзя, все размокнет. Видите, как связано. И все это с этим днем. Деревни бы не было на 100%. Это определенно. Да и зачем она такая деревня, если он рядом такие деревни. А такой устав, это вообще невозможно. Вот что я хотел сказать вам, чтобы вы порадовались сегодня. Ну, колпачок. Вот так. А вы дальше скажите, где ты первый был. У тебя вот мама баптистка была, так и остается. Видите, как. А баптиста обратить легче, чем старообрядца беспоповца. Намного легче. Значит, нужно вымолить у Бога. Вот здесь, когда показываем, в урывку идет деревня. Мама моя настолько была привязана к беспоповству. Она загадку загадала, мама. Она пчел держала, а я колодки ей делал. Ну, какой я, смотрите. Ну, колодка, колодка. Ну, одну сделала, такую прям не поднимешь. Леса-то нет никакого. И она, вот эта колодка будет Игнатьева. Она такая прям... Вот пчелы, если будут в ней жить, мед носить-то. И она посадила слабенький рой. Не успевала качать. Дня два-три пройдет полное все. Она не поймет, откуда. Всю жизнь пасечница работала. Теперь ей последнее. Поедут там старики на урывке живут. И как они скажут? Пришли, а никого нет. Они все ушли гулять. Вот со своими кружками. Гулять-то ушли. Ну, и когда шли, только показалось потеряем, вот там, где столбы идут. Я в это время запел такой материал, Христос, как приходит где-то время. И в это время впервые мама моя встала на колени. И мы с ней вместе впервые помолились. Мария Егоровна. В честь которой названа вот эта улица. Видите как? С вашим папой, с Анатолием Кузьмичом я занимался целую зиму. Приходил каждый день. А это не рядом. Это Романя Хасанова около пяти-шести. И мы сидели, занимались. А мама то на кухню, то сюда. Мама обратилась, а папа застрял. Это не было, если бы не ходил. Все это старично окупается. Ты можешь маму спросить свою, сестра, как это было. Я уж не говорю про Сергея. Заметил объявление в университете, и у него сразу что? Косят какие-то под православных. Пойду-ка я разберусь. Я говорю, ну и как? Да все еще разбираюсь. Вот как Бог делает. Все у меня. Спаси Христос. Не было бы ни трассы, ни улицы, ни заросли, ни техники. Ничего не было бы. И все связано с сегодняшним днем. Братья Корчино, кто поедет, Игорь, в Сиськовом посылке. И будет приз, кто привезет. А ты поедешь. Не бывает. Приз. Приз.